Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Сегодня 12 апреля, среда и давайте посмотрим, к чему мы подошли к середине текущей торговой недели. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар начинает формироваться разворотная формация. Вчера мы видели уход выше максимума предыдущей торговой сессии, обновили максимум в значении 1.0605, закрепили за этим уровнем и на текущий момент формируется краткосрочно восходящая тенденция в сторону укрепления евро. Поэтому, если говорить о продажах, то на текущий момент, на мой взгляд, нужно взять паузу в этом вопросе и уже присмотреться к покупкам по данной паре. Напомню, что пока важный среднесрочный уровень в области 1.0505 по паре евро-доллар также не был преодолен, поэтому тенденция среднесрочная и краткосрочная на текущий момент остается также восходящей. Пара британский фунт, американский доллар, вчера показала значительный рост, дошли до значения 1.2494, обновили максимум, который был показан нам 10 апреля, закрепили за этим уровнем и на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта также продолжается. Ближайшее сопротивление находится в области 1.2493, это максимум, который был 6 апреля, который был 5 апреля и ближайшая цель это закрепиться за данным уровнем и двинуться уже дальше в область 1.2550. По австралийскому доллару вчера мы видели лишь слабую попытку обновить минимумы, но тем не менее пока тенденция на ослабление австралийского доллара остается в приоритете. Если говорить о покупках, то паре нужно закрепиться выше отметки 75.15, это максимум, который был зафиксирован вчера и тогда уже можно говорить о сделках на покупку по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение, ближайшая цель в рамках данного снижения находится в области 1.3296, ближайший разворотный уровень на максимум вчерашнего дня 1.3356. Пара американский доллар, японская иена также продолжает свое нисходящее движение, обновили минимум в области 110.14, это минимум, который был 7 апреля в пятницу. Ближайший разворотный уровень по паре доллар иена мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован 10 апреля в области 111.57, поэтому на текущий момент тенденция на ослабление американского доллара в паре с японской иеной остается в приоритете на снижение. Индекс DAX вчера ушел ниже локального минимума, обновил минимум в области 12.167, что пока говорит нам о неготовности двигаться дальше на штурм новых высот по индексу DAX. Поэтому на текущий момент коррекционное движение по индексу также сохраняется. Ближайший разворотный уровень, который сейчас мы можем отметить, находится на максимуме, который был зафиксирован вчера в области 12.224. Золото продолжает свое восходящее движение. Вчера был также значительный рост в область 12.74 доллара за тройскую унцию. Сегодня уже дошли до значения 12.79 доллара за тройскую унцию и тенденция на укрепление золота также сохраняется. Ближайший среднесрочный уровень по данному активу находится в области 12.47. Нефть марки Brent продолжает свой рост. Сегодня дошли до значения 56.30. Растем уже вторую неделю подряд, уже даже больше. И пока еще рост продолжается. Ближайший разворотный уровень на текущий момент находится в области 55.32. Ну и по индексу доллара, то, что мы могли отметить вчера, поэтому после того, что мы видели вчера, тенденция на индексы доллара также может поменяться в сторону нисходящей. Поэтому на текущий момент ближайший коррекционный уровень, который индекс прошел, это значение 100.86 минимум, который был зафиксирован 10 апреля. И пока индекс остается выше отметки 101.03, это максимум, который был вчера, тенденция краткосрочно продолжается на ослабление данного индекса. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и увидимся завтра. Всем спасибо и до свидания.